Новый закон как защита от нежелательного соседства, внесены изменения в жилищный кодекс. В Сарове открылась научная конференция Волжского регионального центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Танцуют все, Саровский котельон стал частью большого проекта госкорпорации «Русатом». Далее расскажем обо всем подробно. Вот уже более 20 лет Российский федеральный ядерный центр открывает свои двери для специалистов в области РАВ. Конференция «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения» проходит раз в два года. И с каждым разом послушать о новейших разработках в этой сфере приезжает все больше и больше ученых и специалистов со всей России. На таких конференциях, которые мы с вами проводим один раз в два года, мы обмениваемся результатами, общаемся, ну и помогаем друг другу идти вперед. Я думаю, что есть и вклад тех специалистов, которые сюда приезжают, есть вклад в то, что экспорт российского оружия непрерывно растет, и это значит, что качество у него очень хорошее. Деловая часть программы конференции включает в себя пленарное заседание, работу в трех секциях, стендовую сессию, а также торжественную церемонию награждения призеров конкурса работ молодых ученых организаций, ходящих в Волжский региональный центр РАРАН. Среди тех, кто удостоился награды, оказался и сотрудник ядерного центра Вадим Кузьмин со своей командой. Работа посвящена разработке одного модуля, то есть основной части перспективного изделия, экспериментальной отработке и разработке систем автоматики, так скажем. Эту работу ребята готовили около трех лет и уже осенью получат патент на свое изобретение, поэтому победа в этом конкурсе очень значима для них. Она стимулирует нас для достижения дальнейших серьезных результатов. Мы не будем остановиться на достигнутом, будем ставить новые цели и постараемся их достигнуть. Всего на конференции было представлено более 60 докладов, рассмотрены проблемные вопросы проектирования, отработки и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения, результаты расчетно-экспериментальных исследований в интересах совершенствования существующего и создания перспективного боевого оснащения РАВ. Традиционно участниками конференции стали представители организаций, входящих в научные отделения и региональные центры РАРАН, предприятия Минобороны России, Госкорпорации Росатом, профильных вузов. Юрий Тержков приобрел гараж 9 лет назад. Уже тогда у мужчины вызвало опасение состояние соседских построек. Сейчас на месте бывших гаражей остатки кирпичей и гора старых досок, которые постепенно превращаются в свалку. Дала помойка, кому чего не лень, все сюда бросают. Ну что, крыша валяется, ворота упали, ну сам Бог велел что-нибудь сюда бросить. С соседнего гаража тоже самое, крыша провалилась. Чтобы избежать несчастного случая, собственникам соседних гаражей пришлось заложить ямы досками. Даже несмотря на это территория, где раньше были постройки, не перестает быть опасной. Неудобства от такого соседства Юрий Тержков начал испытывать еще задолго до того, как гаражи превратились в гору мусора. Когда вот эта крыша начала клониться от этой, не знаю там, гнили или что-нибудь погоды, вот здесь у меня вот такая трещина стала, то есть крышу подняло. Вот эту крышу, мне пришлось эти шпильки болгаркой резать, чтобы она упала. И у меня крыша села на место. Но на место вот настолько вот ушла наружу. Поиски собственников разрушенных гаражей успехом не увенчались. Поэтому и спросить за состояние построек на протяжении нескольких лет было несково. Однако даже сейчас, когда на месте бывшего 159-го и 161-го гаража образовалась свалка, очистить территорию не представляется возможным. И рубероид, и доски, и кирпич, который является собственностью владельца данного гаража. Даже при том, что его нет, как бы личность его не обнаружена, тем не менее гаражный кооператив не имеет права убрать этот мусор. По словам председателя гаражного кооператива Алексея Милецкого, ситуация с брошенными гаражами под контролем. И чтобы свалка не разрасталась, там проводят текущую уборку. Периодически тот мусор, бытовой мусор, который, к сожалению, имеет место быть на территории вот этого заброшенного гаража, мы периодически его убираем. Все, что в силах гаражного кооператива, мы эту работу выполняем. Навести порядок рядом с гаражом Юрия Тержкова может только признание разрушенных построек бесхозными. Но этот вопрос находится в ведении городской администрации. После того, как соответствующие органы в судебном порядке решат, что гараж никому не принадлежит, право пользования этой территории может перейти третьим лицам. Самое элементарное средство защиты от нежданных гостей на садовом участке – надежные замки на дверях дачного домика и калитки. Но, как показывает практика, не всегда запорное устройство становится преградой для злоумышленников. Для того, чтобы обезопасить свое имущество, можно прибегнуть к современным средствам защиты. Если есть возможность сдавать под охрану свой садовый участок, например, если будет попытка проникновения в злоумышленников, сработает охрана пожарной сигнализации и прибудут сотрудники. По статистике, кражи денег, сотовых телефонов и других ценностей происходят даже тогда, когда на участке находятся люди. Пока садоводы поливают грядки, преступники могут пробраться в домик. Полицейские настоятельно рекомендуют не забывать о правилах безопасности, находясь на территории своего огорода. Убедит, что вход на него закрыт, вход в садовый домик тоже закрыт, либо постоянно находится в вашем поле зрения. Вот эти факты у вас обезопасят от хищения вашего имущества на момент, когда вы находитесь в одном участке. Чаще всего сдач пропадают электроинструменты, изделия из цветного металла и все то, что можно продать в кратчайшие сроки. Но не только желание присвоить себе чужое имущество движет теми, кто проникает на чужие садовые участки. Чтобы выделяли внимание тому, что не растут ли какие-то дикорастущие растения, такие как мак, которые могут привлечь внимание лиц склонных к тулейно-тракотическим средствам. Чтобы если такие растения росли, они на ранних стадиях просто вызирали, удаляли все. И можно избежать, что воришки в участке не залезут. Кража сдачи огородов, к счастью, носит сезонный характер. В этом году в дежурную часть полиции поступило только одно заявление о пропаже личных вещей садового участка. Продуктовые магазины шаговой доступности, мини-маркеты, а также бары и кафе в бывших квартирах на первых этажах домов уже давно стали привычным делом. Но не всегда такое соседство приятное для жильцов многоквартирных домов. В конце мая Госдума внесла изменения в жилищный кодекс, и теперь процедура перевода квартиры в нежилую фонду усложнилась. Теперь для того, чтобы решение это было принято, необходимо, кроме тех документов, которые были предусмотрены ранее, предоставить еще протокол общего собрания собственников помещения многоквартирного дома о согласовании перевода, и также согласие всех собственников примыкающих квартир. Такая процедура уже действовала в нашей стране до 2005 года. И также требовалось согласие собственников примыкающих квартир на перевод жилплощади в нежилой фонд. Теперь это правило вернули. Согласие оформляется всеми собственниками в произвольной форме. Согласие указывает с фамилиями отчества, паспортные данные, реквизиты документов, которые устанавливают право собственности, и номер квартиры, который примыкает к этому переводимому помещению. Процедура сбора подписей достаточно непростая. Новый закон определяет особый порядок форума для проведения общего собрания при согласовании перевода. Если, допустим, в многоквартирном доме несколько подъездов, то для того, чтобы это собрание состоялось, необходимо, чтобы в нем приняли участие собственники, которые обладают большинством голосов от всех собственников, проживающих в этом доме. И второе условие, чтобы в собрании приняли участие не менее двух третей собственников, которые проживают в том подъезде, в котором находится переводимое помещение. Если же в многоквартирном доме один подъезд, то для форума необходимо участие собственников, которые обладают не менее чем две трети голосов от общего числа проживающих в доме. Таким образом, изменения в жилищный кодекс стали лучше учитывать мнения жильцов, например, при открытии на первом этаже увеселительных заведений. В этом году на Молодежную биржу труда подано 180 заявок от желающих устроиться летом на работу, а рабочих мест меньше. Отбирали кандидатов по мере подачи документов. Среди первых, кто принес все необходимое, был Иван Кожевников. Для него труд на благо родного города – дело не новое. В прошлом году молодой человек уже состоял в трудовой бригаде и вместе с своими сверстниками помогал поддерживать чистоту в Сарове. Хочется подрабатывать, хочется зарабатывать самому, быть финансово независимым в какой-то мере. Рабочий день Ивана начинается в 8 утра. В 4 часа он, взяв руки, мотыгу и грабли, вместе с другими ребятами убирает скошенную траву и пропалывает газоны. Молодой человек говорит, что работа для него совсем не сложная. Иван попал в первую смену, в составе которой 60 человек. Всего же смен будет 3. Помимо озеленения города, подростки помогут убирать мусор. В этом году у нас только трудовые бригады, и это работодатель принимает детей, и получается только фронт работы с 8 до 12. Они отработали и могут быть свободны. Такие летние трудовые лагеря, по мнению организаторов, помогают не только занять ребенка в каникулу, но и учат детей осознанно и ответственно относиться и к своему, и к чужому труду, и к деньгам, которые получены за эту работу. Все-таки попробовать зарабатывать деньги сложно. Иногда бывает, что дети включаются в работу ответственно, к этому относятся. Некоторые дети, конечно, говорят, что деньги зарабатывать очень тяжело, потому что даже в плане их ломает, что к 8 часам приходить на работу, даже в этом плане это сложно. Через несколько лет эти ребята, которые сегодня помогают проводить наш город в порядок, закончат школу. После получения аттестата они уже должны решить, какую профессию выбрать. И если с детских лет их учат правильно относиться к труду, то они правильно выберут свой путь и добьются хороших результатов в дальнейшем. Автомобиль генерального директора ООО Саровского управления строительства опечатан и стоит на стоянке в ОВД. Арест наложен в связи с тем, что на предприятии несколько месяцев полностью или частично не выплачивалась зарплата сотрудникам. Руководителю прокурорам были вынесены представления об устранении нарушений, и частично долги были погашены. Кроме того, сотрудниками прокуратуры в интересах работников направлено заявление в суды общей юрисдикции на вынесение судебных приказов на сумму более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день все заявления удовлетворены, находятся в службе судебных приставов на исполнение. Задерживать зарплату на предприятие начали в конце прошлого года. Сейчас долг перед сотрудниками составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. Чтобы не допустить роста задолженности, руководство компании отправило сотрудников административные отпуска. Некоторые работники уволились. Директор ищет средства на выплату долгов. Мониторинг осуществляется прокуратурой ЗАТО Саров на постоянной основе. Контроль за погашением задолженности организован должным образом и будет осуществляться до той поры, пока руководитель полностью не погасит образовавшуюся задолженность. Пока идет расследование уголовного дела и не будет погашен долг перед сотрудниками, автомобиль гендиректору ООО Саровского управления строительства не вернут. Посетители Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с уверенностью могут сказать, что на пенсии жизнь только начинается. Творческие мастер-классы, клубы по интересам, культурные программы, подготовленные сотрудниками отделения с дневным пребыванием, помогают бабушкам и дедушкам даже в солидном возрасте открыть в себе новые таланты и в очередной раз почувствовать вкус к жизни. Немаловажное направление работы отделения – медицинское сопровождение. Ведут прием у нас врач-терапевт и врач-физиотерапевт. Терапевт назначает такие процедуры, как внутривенно-капельные, внутривенные, внутримышечные инъекции. Физиотерапевтический блок довольно-таки разнообразен. И стараемся как бы разнообразить его теми методами, которые высокоэффективны и малозатратны. Покупкой продуктов, приготовлением пищи и другими бытовыми заботами пенсионеров и инвалидов социальные работники занимаются на дому. За один рабочий день специалист успевает уделить время четырем подопечным. Наша задача – прийти, накормить, напоить, обработать, поддержать не только физически, но и эмоционально, психологически. Стали уже родными и близкими людьми для многих наших клиентов. В канун профессионального праздника в адрес тех, кто выбрал свои миссии и помощь людям, звучали слова поздравления и благодарности. Сегодня в базе управления социальной защитой более 58 тысяч саровчан. А это значит, что больше половины всего населения города хоть раз обращались за социальной помощью. Не так много, наверное, профессий, не так много вот такой деятельности профессиональной, в которой результат виден сразу. Вот вам в этом отношении, я считаю, повезло. Если вы делаете, вы сразу видите, что вот, ну вот, людям становится легче, им становится лучше. За многолетний добросовестный труд и профессиональные успехи сотрудникам учреждений социальной сферы вручили грамоты и благодарственные письма министра социальной политики региона, главы города и администрации. Готовиться к научной лаборатории открытий сотрудники библиотеки имени Пушкина начали еще с нового года. Уже тогда они решили, что проект откроет читательское расследование «Пять шагов к Пушкину». Мероприятие приурочили к 220-летию великого поэта. Это юбилейный год для Александра Сергеевича. Наша библиотека носит его имя. Конечно, это закономерно, что сегодня мы будем делать открытия, связанные с именем этого великого человека. Мы поговорим о том, что Александр Сергеевич любил на самом деле очень простую пищу. Мы попробуем рассказать им, какую роль в их жизни сыграли близкие люди. Мы попробуем поговорить с ними о том, как математика связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. Проект НЛО в Сарове проводится в четвертый раз. Здесь дети открывают для себя много интересного и захватывающего. Узнают об истории родного края, о великих праздниках, знакомятся с новыми для них профессиями. Некоторые ребята принимают участие в научной лаборатории открытий с самого начала ее создания. Сюда я хожу, потому что мне нравится, здесь интересно. А еще здесь можно найти и старых друзей, и новых. Тут рассказывают новые и интересные факты, и самые разные вещи. Еще и сам можешь рассказать какие-нибудь факты, которые знаешь. Библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на следующую встречу, которая состоится 19 июня в 14.00. Организаторы подготовят для гостей программу «Чудесное путешествие с зонтиком». В детском саду номер 31 большое внимание уделяют экологическому воспитанию и формированию бережного отношения к природе у своих воспитанников. Детям говорят о том, как важно беречь наш мир и защищать его. И праздник, который провели в саду сотрудники 4-го филиала детской библиотеки во Всемирный день окружающей среды, помог закрепить те знания, которые ребята получали в течение учебного года. Очень важно научить детей не только знать правила поведения в природе, но и исследовать им. А поскольку дети воспринимают мир эмоционально, нужно подобрать такие методы приема, которые позволят им освоить этот раздел программы полностью. Это игровые методы в основном. Мы используем экологические игры. С помощью игр, чтения стихов, рисунков на асфальте библиотекари объяснили детям сложные экологические вопросы. Большое внимание ведущие праздники уделили теме раздельного сбора мусора. Хотя для нашего города это пока не так актуально, все же сотрудники библиотеки считают, что поднимать такие вопросы с детьми нужно уже сейчас. Это то, что окружает их, то, с чем они сталкиваются каждый день. И мы будем рады, если дети, придя из садика, расскажут о чем-то своим родителям. Потому что на самом деле дети зачастую учат взрослых ничуть не хуже, чем взрослые учат их. Дети с энтузиазмом включились в процесс, отвечали на вопросы, рассуждали о том, из-за чего на нашей планете так много мусора и что с ним нужно делать, пели песни. Благодаря экологическому празднику Артем Полякашин узнал для себя много нового. В том числе он понял, почему нельзя убивать жуков, бросать на улицы обертки и не только. Я сегодня узнал, что шарики нельзя отпускать в небо, потому что они сдуваются и падают на землю. В планах у сотрудников библиотеки провести подобные экологические праздники в других детских садах нашего города. Сегодня в нашем городе живут порядка 500 семей, воспитывающих трех и более детей. Не так давно самые активные многодетные родители решили объединиться и сообща решать свои насущные проблемы. Среди немалого количества забот, связанных с льготами и другими мерами социальной поддержки, у многодетных остается время для праздника. Подарить радость детям, это в первую очередь, показать многодетным, что мы их любим, что мы одна большая семья. Конкурс рисунков на асфальте, подвижные игры, аквагрим, вкусные угощения и любимые лакомства всех малышей сладкая вата. Активисты движения «Зато многодетные» и волонтеры центра «Радость моя» подготовили для главных героев праздника интересную и насыщенную программу. Организаторы признаются, что волновались до последнего, не подведет ли погода, откликнутся ли на приглашение горожане. Но первый опыт оказался успешным и показал, что сообща можно решать множество проблем и делать добрые дела. Я наблюдала, как в Москве многодетные семьи активно дружат, сотрудничают, помогают друг другу, на них обращают внимание, привлекают спонсоров не потому, что мы такие нищие и бедные, а потому что классно помочь семьям, где много детей. Свой вклад в организацию праздника ко дню защиты детей для ребят и многодетных родителей внесли спонсоры и неравнодушные горожане. Совместными усилиями было собрано 50 подарков для семей, где воспитываются 5 и более детей. К нам на склад обращаются за помощью очень много многодетных семей. Мы вот посчитали, у нас из Сарова только порядка 50 семей к нам обратились, и плюс еще Дивеевский район. Поэтому, конечно, такой праздник хотелось сделать. И когда зато многодетные к нам обратились с такой инициативой, я очень обрадовалась, потому что это союзник, союзник, я бы сказала, сильный, активный. Организаторы надеются, что такие праздники станут доброй традицией. Горожане, желающие помочь в организации благотворительных мероприятий, могут обращаться на гуманитарный склад и к волонтерам центра «Радость моя». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Конкурс рисунка «Тебе, Россия!» посвящаем молодежный центр проводит впервые. Принять в нем участие могут дети от 6 лет. Их разделят на 4 возрастные группы. Работы принимают в двух номинациях – «Родина большая и малая» и «Загадочная русская душа». «Загадочная русская душа» – что это? Это, я не знаю, там, поля какие-то, деревья, да, что-то там с какими-то животными интересными, запечатленные. Или это какой-то определенный человек, например, да. То есть, я думаю, что для каждого, вот эту номинацию каждый поймет по-своему. И изобразит в этой номинации то, что он почувствует. Рисунки для конкурса должны быть выполнены цветными карандашами, мелками или красками. На бумаге формата А4 оформлены в паспорту шириной 4 сантиметра. В нижней правой части нужно указать имя и фамилию автора, название работы и номинацию. Мы хотели бы, чтобы все работы были в одном стиле, так как все они, любые работы, то есть, которые нам предоставят на конкурс, неважно, победители это или просто участники. Все работы будут выставлены 12 июня на стадионе ИКАР. У нас будет организована арт-сушка. Первые работы на конкурс уже поступили. Их выполнили ребята из летнего лагеря при молодежном центре. Один из них, Платон Филимонов, изобразил на своем рисунке московский Кремль из здания Сената. Больше всего мне нравится Москва. В Москве самое красивое, по моему мнению, в России место. Кремль, древняя история, Красная площадь. Работы принимают до 7 июня в кабинете 229 молодежного центра в рабочее время. В другие часы рисунки можно оставить на вахте. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе ждут памятные подарки. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Идея провести фестиваль моды и красоты в Сарове у Елены Бабиновой появилась давно. Поначалу женщина старалась осуществить планы в одиночку, но после поняла, что масштаб мероприятия становится больше. И без помощи друзей и коллег не обойтись. И вот мечта Елены воплощается в жизнь. 7 июня в Центре поддержки предпринимательства пройдет первый фестиваль моды в Сарове «Модный базар». Мы очень давно этого хотели, мы все не знали, как к этому подступиться, долго думали, очень долго готовились. Это все-таки не совсем такое простое мероприятие. И мы хотим, чтобы у нас все получилось, чтобы было весело, задорно, модно. И планируем его и дальше проводить. На «Модном базаре» гости смогут сфотографироваться в дизайнерских костюмах, посмотреть книги о моде, а также попробовать себя в роли модельера и составить свою палитру настроения. А для тех, кто любит часто обновлять гардероб, но не хочет тратить на это деньги, организаторы подготовили специальную площадку «Дресс-кроссинг». Привезли в город несколько дизайнерских коллекций. Это мои подруги, которые работают дизайнерами в других городах нашей родины – из Екатеринбурга, из Пятигорска, из Луганска. Также на фестивале гости смогут посмотреть вебинар с московским историком моды Андреем Радвогиным. Он расскажет модницам о современных тенденциях в одежде. Информационными спонсорами «Модного базара» выступают канал 16 и сайт «Саров-24». В интернете проходит розыгрыш билетов на «Модный базар». Два билета получат подписчицы группы «Мода» в Сарове ВКонтакте и подписчицы группы «Саров-24» там же ВКонтакте. Заходите, делайте репост. Условия очень простые. Нужно сделать репост, сохранить его до проведения розыгрыша и получить шанс получить билет на первый в Сарове «Модный базар». Розыгрыш билетов на «Модный базар» пройдет в этот четверг, 6 июня. А седьмого все желающие смогут прийти в Центр поддержки предпринимательства и окунуться в мир моды и красоты. Начало в 18.00. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мода в Сарове». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Музыкальные способности в своей ученице Оксана Александровна разглядела еще на подготовительном отделении. Тогда маленькая Соня покорила педагога своей собранностью и целеустремленностью. В творческом тандеме преподавателю и юной пианистке удалось добиться результатов. У нас очень хорошее с ней отношение. То есть мы понимаем друг друга, так как я с ней работаю с пяти лет, то я знаю, как же ее музыкальная клеточка и знаю, когда она начинает лениться, на какую кнопочку нажать. Два года на отделении раннего эстетического развития и четыре класса на отделении фортепиано. За это время София Демидова успела выступить на десяти творческих конкурсах. Последний международный фестиваль техника и стиль проходил в Москве. Ученица детской школы искусств посчастливилась сыграть в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Мы выбрали программное произведение, которое именно произведение, которое ей очень нравилось. И нам очень повезло, что там был потрясающий просто рояль, стендвей, на котором звучало очень красиво все. И она играла свободно уже, как мастер. Это приятно. На международном фестивале в Москве Соня завоевала звание лауреата первой степени. Выступать перед публикой волнительно, признается юная пианистка. Но возможность сыграть в большом концертном зале бесспорно достижение для исполнителя. Мне нравится в этом инструменте то, что он большой, потому что необычный. В нем есть что посмотреть, есть что узнать. У фортепиано древняя история. По итогу международного фестиваля София Демидова получила приглашение на конкурс в Болгарию. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Анатолий Зеленцов расписывал храм и создавал удивительные картины и был востребован во многих странах мира и российских городах. Сегодня его работы находятся в частных собраниях России, Литвы, Польши, Канады и США. В канун годовщины смерти художника, родственники и друзья решили осуществить его давнюю мечту и организовали персональную выставку Анатолия Зеленцова под названием рисунки в стиле джаз. Мы посмотрим работы художника, мы послушаем музыку, которую он любил и даже которую он исполнял. Прозвучат стихи, то есть будет такой он творческий вечер на самом деле художника, потому что Анатолий мечтал о персональной, большой персональной выставке. Вот пусть она произойдет 6 числа и соберутся родные, близкие, все влюбленные в изобразительное искусство. На выставке рисунки в стиле джаз более 100 работ в различных техниках – живописи, пастели, темпера. По словам организаторов, все работы художника находятся в частных коллекциях. И чтобы создать атмосферную экспозицию, картины пришлось привозить из других городов. Здесь есть принты тех работ, которые разъехались по стране, потому что, конечно же, очень сложно собрать, потому что работа Анатолия, они такие яркие, позитивные и грустные, и веселые, разные, разнообразные. И они разъезжались из нашего города. На самом деле вот эта группа друзей-единомышленников собрала саму выставку, и как будто бы мы все придем в гости к Анатолию в мастерскую и поговорим по душам. Выставка рисунки в стиле джаз в памяти художника и музыканта Анатолия Зеленцова откроется в художественной галерее 6 июня в 18.00. Посетить ее можно будет до конца лета. В октябре 2017 года Максим Добрых получил грант на реализацию проекта «Саровский котельон». В течение полугода ребята шили костюмы и разучивали танцы 19 века. Кульминацией стал праздничный бал на Дне молодежи, в котором приняло участие более 50 человек. Проект настолько запомнился зрителю, что организаторы «Саровского котельона» решили повторить задумку в обновленном формате. Так родилась живая история. Это, скажем так, апгрейд уже «Саровского котельона», то есть это вторая версия его, чтобы люди больше знали об исторических танцах, то есть в этом проекте уже будет больше исторической справки, больше направленности, больше мы будем вкладывать усилия именно в танцы определенных эпох. В этом году организаторы пригласили к участию в проекте представителей городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Любителям исторической хореографии предстоит выучить несколько танцев, популярных в 19-м столетии – варшавянку, мазурку, кадриль, польку и контрданс. Люди должны будут выучить танцы эти, технику этих танцев. То есть в Европе в это время танцевали по одной технике, в Российской империи на этот же момент танцевали и по другой технике. Должны будут пошли себе костюмы именно этого периода и представить перед нами, показать, чему они научились. И мы уже с нашими знаниями будем их оценивать. Финал проекта «Живая история» пройдет в конце октября. Чтобы принять в нем участие, достаточно позвонить по телефону 8-996-016-98-31 или прийти в «Клуб здоровья». Подробнее о проекте «Живая история» его авторы расскажут на Дне молодежи 29 июня. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Манят прохладой деревьев, свежестью рек, озер и морей. Акварельная картина Евгении Урум показывает лето с первых ярко-зеленых листочков до увядающих желтых деревьев. По словам автора, название для экспозиции придумать было сложно, так как хотелось, чтобы оно объединяло все полотна. Меня вдохновила вот одна из моих работ. Она висит в самом начале зала. И она и дала название этой выставке. Тем более, ну как-то сама природа подсказала. Пришло лето, и оно пришло так неожиданно, так жарко. Поэтому я здесь всего одну зимнюю работу оставила. Яркими насыщенными красками выделяются две картины, которые Евгения нарисовала, участвуя в акции «Ночь музеев». Тогда был предложен необычный формат написания натюрморта. Использовать можно было только три цвета. В экспозиции есть картины студенческой поры. Как рассказал Евгений, за 35 лет, конечно, произошли некоторые изменения в подходе, политре цветов. Неизменно осталась лишь техника написания, которая добавляет картинам мягкости. Моя любимая техника – это по-сырому, комбинированная такая. То есть я начинаю по-сырому, если это визаж, то небо, какие-то дальние планы, а потом бумага высыхает, и уже детали прописываются по-сухому. На открытие персональной выставки пришли друзья и коллеги Евгении Уром. Они отметили в творческой натуре художника-педагога умение видеть красоту в совершенно обычных вещах. Говоря о творчестве, нужно сказать, что это большое количество выставок, большое количество творческих встреч, всевозможных мастер-классов. Ну, конечно, большое количество учеников, которые по сей день у нее учатся, и даже взрослые люди, которые с удовольствием приходят к ней учиться рисовать. Персональная выставка картин-педагога детской школы искусств номер 2 стала яркой точкой в череде праздничных мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею учебного заведения. Познакомиться с творчеством Евгении Уром можно в часы работы музея.